Хвала Господу. Я так рад, что ты настроился на сегодняшнюю передачу. Сегодня вечером наш гость щедро благословит тебя. Сегодня вечером со мной рядом есть человек, который абсолютно близок и дорог моему сердцу, которому я действительно должен отдать должное за то, что он научил меня вере и тому, как верить Слову Божьему, и благодаря которому я смог ходить в исцеление более 25 лет. Божественное исцеление от Господа. И ты будешь очень счастлив. С нами в программе участвует доктор Норвел Хейс, так что я не буду долго его представлять, потому что хочу дать ему достаточно времени, чтобы он смог высказаться. Но прямо сейчас я хочу представить его тебе, доктор Норвел Хейс. Это брат Норвел. Да, это такое счастье, что ты сегодня участвуешь в нашей программе. Спасибо тебе, брат. Аминь. Я так рад. Так приятно быть здесь. Аминь. Я помню, как это было 25 лет назад, брат, а сейчас нам уже больше 29 лет. На самом деле это было в 1982 году, когда у меня была возможность прийти в библейскую школу и просто посидеть в благоговейном страхе перед тем, что Бог делал в твоей жизни и что Бог делал в служении. И одной из вещей, которая, вероятно, заинтриговала меня больше всего, была встреча с людьми, с которыми Бог творил чудеса. Я особенно хорошо помню одну женщину, с которой я подружился, Мэй Стаффорд. И когда ты рассказал историю о сестре Мэй, о том, как Бог исцелил ее и обо всем, что Бог сделал для нее. Я сказал с благоговением, и, честно говоря, мне действительно захотелось поговорить с тобой. Ее и позволь ей самой рассказать мне, что ты знаешь о том, что на самом деле произошло с ней в ту ночь. И у меня появился шанс, и Мэй стала приходить в мою церковь и проводить для меня собрания. И она всегда приносила с собой ту большую фотографию, на которой она всегда была коллегой и все такое. А скажи нам, брат Норвилл, скажи телезрителям, которые смотрят этот вечер, не могли бы вы рассказать им историю о том, как вы были на том служении в тот вечер и как Бог исцелил ее? Я не могу. Вот в чем причина того, что я никогда не слышал ни одного сообщения, которое было бы похоже на то, что я говорил. Ну что же, позволь мне вернуться немного назад. В день Рождества я был в маленьком мотеле, который купил во Флориде, и проводил там встречу, и вот на Рождество я сказал тамошней даме, что управляя своим мотелем. Я сказал, что хочу поехать и посетить 12 домов бедных людей рождественским утром. Я хочу пойти один. Я хочу взять с собой всю флейту и бас-гитару, и я хотел бы помолиться за них. Так я и сделал в то рождественское утро. Я посетил 12 человек. Я не знал, куда направляюсь. Я просто бродил по окрестностям, пока не нашел 12 домов за городом, которые выглядели так, будто им нужна была помощь, и так далее. И вот мне было приказано уехать. Я собирался вернуться после Рождества и устроить рождественский ужин у себя дома. У меня был забронирован билет на частный рейс от Ривер Оверс до Пенсаколы, штат Флорида. В Пенсаколе, штат Флорида, живет мужчина по имени Кен Саммер, он поступил там в библейский колледж Либерти. И у него был действительно хороший кампус. У него был кафетерий, спонсоры и все остальное для студентов. И так далее, но он построил новое святилище. И я уже проводил собрания раньше. Так что он отправил туда частный самолет, чтобы забрать меня на Рождество. Так вот, пилот собирался прилететь на ланч, пообедать с нами на частном самолете и улететь обратно в Пенсаколу. И вот мы взлетели. Мы вместе поужинали на Рождество, а потом улетели. Это одномоторный самолет, который летит из Кристал Ривер, штат Флорида, в Пенсаколу. Кристал Ривер, штат Флорида, находится к югу от Талахаси. Талахаси находится здесь, а Пенсакола вот здесь. Чтобы добраться до Пенсакола самолетом, нужно пересечь океан вот таким образом. Итак, мы летели в Пенсаколу и пробыли в воздухе, может быть, не знаю, может быть, 20 минут. И вот по радио передали объявление, в котором говорилось, что тебе нужно подняться повыше, но не слишком высоко, потому что там очень тяжело. И вот они сказали, он сказал, что ты забрался слишком далеко за океаном. Если что-то случится с твоим самолетом, ты не сможешь приземлиться. Ты просто разобьешься в океане. Так что поднимайся повыше, чтобы если что-то случится во время игры, ты мог плавно долететь до берега. Ты же знаешь, что на одномоторном самолете это возможно. И так далее, но он сказал, что теперь будь осторожен, когда поднимешься примерно на 12 футов. Погода действительно плохая. И вот мы едем дальше, а он все поднимается, 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 и мы добрались туда и просто ехали дальше. Внезапно он во что-то врезался. Такое ощущение, что он врезался в здание, но это было не здание. Но это сбило его с ног, у него были маленькие самолетики, он носил плоские направляющие над твоим коленом, пристегнутым, понимаешь. Он ударился обо что-то, и багаж вылетел из багажника и ударил его и меня обоих. А план был такой, что все рушилось, 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 рушилось. Я старался держаться подальше от лобового стекла, и вот мы летели вниз, а на дворе было Рождество, и жить мне оставалось две минуты. С нашей высоты мы могли разбиться через две минуты. Он сказал, что нам осталось жить две минуты. А план был таков, на улице бушевала буря, шел дождь и дул ветер. Наш маленький план состоял в том, чтобы просто начать вот так. И все вышло из-под контроля, и он больше не мог это контролировать. Все происходило вот так. У нас есть брат Роман, нам осталось жить две минуты. Я узнал, что в школе пилотов нам осталось жить две минуты, прежде чем мы разобьемся. Так вот, я уже несколько лет преподаю веру и так далее. И вот я сказал это, и страх охватил меня, охватил так сильно, что я не мог вымолвить ни слова. Я знаю, что через две минуты ты умрешь. И тут меня осенило. И я не смог бы вымолвить ни слова. Но в конце концов я взял себя в руки и начал говорить, а потом начал кричать. Я сказал, нет, сатана, я разрушаю твою силу. Ты не можешь убить нас. Мы принадлежим Богу. У нас есть миссия выполнять его работу, и ты не собираешься убивать нас. Я связываю тебя именем Иисуса и приказываю этому самолету выровняться. И это может быть исправлено только Божьей силой. Ничто на земле не может нам помочь. Насколько это касается земли, мы обречены на смерть. Но Бог нет. Бог не так слаб, как дьявол. Дьявол, ты пытаешься убить нас, но у тебя ничего не выйдет. Бог сильнее дьявола. Бог сильнее тебя. И я хочу поблагодарить тебя, Господь, за то, что ты осуществил этот план и благополучно доставил нас в Пенсаколу. И мы просто продолжали двигаться вперед, и вперед, и вперед. Я начал исповедоваться. Мы принадлежим Богу, а Бог больше, чем дьявол. Бог больше, чем дьявол. И я просто продолжал быть очень сильным. Да, я говорил так громко, как только мог. Дьявол, и вдруг самолет сделал вот так и выровнялся. и пилот сказал что самолет не может этого сделать меня учили в школе пилотов что самолет не может этого сделать я сказал что же он может и когда бог возьмет его в свои руки он сможет это сделать аминь и таким образом бог спас нам жизнь ну что же в самолете погас весь у нас не было огней у нас вообще не было огней на нас лежит багаж и мы должны снять его себя и все такое прочее понимаешь и вот он сказал помолись за этот роман он сказал что мы примерно в часе езды от пенсаколы и я спросил не хочешь ли ты развернуться и вернуться в кристалл ривер и он сказал а теперь пойдем пойдем вперед я сказал как скажешь и я сказал ты собираешься идти вперед в он сказал что мы собираемся двигаться вперед я пошел и сказал что буду постоянно молиться за святого духа и примерно через час он сказал что шел такой сильный дождь что ничего не было видно он сказал что по-моему я уже в пенсаколе и он сказал что я собираюсь пройтись по пенсаколе я спросил его как ты думаешь сможешь ли ты найти пенсаколу где нет огней или вообще ничего нет он сказал я думаю что смогу и тогда он сказал мы добрались до пенсакола он сказал что я собираюсь полетать по городу и я сказал он сказал посмотри вниз посмотри вниз вдоль ряда посмотри вниз на два маленьких ряда огней вот так прямо здесь и это будет взлетно-посадочная полоса и еще скажи что здесь так темно что ты почти ничего не видишь но возможно ты сможешь их разглядеть если я так и не увижу взлетно-посадочную полосу я смогу развернуть самолет спуститься и приземлиться и вот я продолжал смотреть и смотрел и смотрел и я заметил это два ряда огней вот так но я не мог его разглядеть я сказал ему что это не кепка сейчас я сделаю круг и мы с братом продолжим молиться продолжай молиться о безопасности и победе молись чтобы самолет из востока не прилетели в то же время что и я потому что они не могут меня видеть у меня нет огней молись чтобы самолет из востока не прилетели в то же время когда я собираюсь приземлиться и я сказал что просто продолжал молиться в духе и так мы посадили самолет и он сказал он сказал нет брат ноубл ты просто сидел здесь в самолете я собираюсь подняться сюда в аэропорт а это я бы сказал не так уж и далеко знаешь это примерно в квартале отсюда на взлет на посадочной полосе и мы подобрались так близко как только могли и я собираюсь взять с собой зонтик чтобы помочь тебе и я сказал что не собираюсь здесь сидеть я сказал ты что издеваешься надо мной я собираюсь выйти и поцеловать землю аминь кыш после того как бог спас нам жизнь я сказал что очень быстро поднял самолет в воздух как на ровной местности и сказал что должен постоять под крылом пока вы не вернетесь с зонтиком он этого не делал так что мы пошли пешком мы дошли до главного аэропорта и как только он начал принимать все рейсы мы вошли внутрь и они сказали ну что же парень ты должно быть кого-то знаешь он сказал я не понимаю как тебе удалось пережить такой шторм как ему я мог бы забрать тебя отсюда посмотреть где он был и самолет с одним двигателем он сказал что был военный моряк который возил свою дочь в диснейленд и у него был двухмоторный самолет он вернулся сел в него и разбился вау он сказал я не знаю как ты это делаешь я сказал что ты должно быть кого-то знаешь я сказал что это был наш ответ мы кое-кого знали все верно это нам помогло ну что же когда ты проходишь через что-то подобное понимаешь когда видишь что ты действительно вовлечен в это и через две минуты тебе грозит смерть и выхода нет забудь об этом выхода нет кроме как у бога либо он придет и спасет тебя либо ты умрешь и это что-то с тобой сделать это что-то с тобой сделает когда ты видишь что приходит такая сила растение выпрямляется и этот ветер и дождь и все такое прочее у нас ушел еще час на то чтобы добраться до пенсаколы так что моя встреча началась на следующее утро в церкви кена сермон лоу я собирался пробыть там около трех или четырех дней и вот я уже на сцене у него было около 900 зрителей а у некоторых чуть меньше тысячи и вот я выхожу на сцену со своей библии рассказываю о библии слушайте и я сказал боже кажется что ты сделал для нас все но ты спас наши жизни прошлой ночью вчера днем ты действительно спас наши жизни но я сказал что касается церкви господь я сказал что большинство из них в мире о которых я хоть что-то знаю у них есть спасение сила и все такое прочее ты был так добр к нам господь ты даешь нам свое слово и мою библию я сказал у нас есть твое слово и мы родились свыше и церковь по сути любит тебя иисус но я сказал что ты обладаешь огромной силой о которой большинство церквей в мире ничего не знают и ты показал нам эту силу чтобы ты сделал с человеком попавшим в беду который будет взывать к тебе с непоколебимой верой и просто продолжать продолжать и я сказал что ты спас нас своей силой я сказал но церковь нуждается в таком господи я сказал что ты дал нам свое слово и мы были спасены ты дал нам свой дух который живет внутри нас я сказал боже где же сила в церкви где же сила ты только что очень сильно на меня подействовал я бы прошел по этой стороне сцены и подставил лицо небесам я бы сказал боже где же та сила к которой стремятся все особенно те кто попал в беду где же это сила я проснулся на краю сцены и сказал боже боже где же это сила боже где же это сила мы знаем что у тебя есть вся власть на земле которую ты имеешь на небесах во имя иисуса но где же она находится где же эта власть ты дал нам свое слово ты дал нам святого духа который живет в нас где же это сила у тебя есть вся власть на земле которую ты имеешь на небесах где Где же эта власть? А я поставлю точку в конце сцены и сделаю то же самое. Боже, где же сила? Где же сила? Это один из тех дней, Боже, где же сила? Где же сила? А теперь, через несколько рядов назад, ближе к концу ряда, там сидит женщина в инвалидном кресле, вот так. Она совершенно слепая. Я имею в виду, что ты не знаешь, мужчина я или женщина. Она может это определить, например, в темноте. Но что касается того, чтобы что-то разглядеть, она была слепа и ничего не замечала. Ты прав. Она провела в доме престарелых 11 лет. У нее был страховой полис. Она была просто неотразима. Просто неотразима. Изуродованной, искалеченной. Ее ноги, все было вот так. И она сидела там. Она выглядела так, словно ей было 9500 лет. Она вся в морщинах и все такое. И у нее было шесть болезней, которые ее убивали. Но я этого не знал, потому что, насколько я знал, она была просто человеком в инвалидном кресле. Сейчас я выхожу на сцену и спрашиваю, Боже, где же эта сила? Ты дал ее нам вчера и спас нас от простого Христа, и мы восхваляем твое имя за это. Но люди по всему миру должны знать, что у тебя есть сила. Где же источник энергии? А потом эта женщина села рядом, и ему бы это понравилось. Она даже не знает, где находится. Она ничего не соображает. Она сама мне об этом сказала. Она не думала, что осознает, что находится в церкви. Нет, она этого не делала. Она не в своем уме. Она сошла с ума. Ее не было, наверное, уже несколько лет, но она падала с кровати в доме престарелых и лежала на полу, пока кто-нибудь не приходил. И однажды она пролежала на полу три или четыре часа, пока они не нашли ее. Пришел и взял ее на руки, ну, знаете, уложил обратно в постель, а она была просто искалеченной коллегой. И вот в то утро они привели ее в церковь, и она все еще могла говорить. Но она сказала мне, что хочет пойти в церковь в тот день. Она сидела в инвалидном кресле, и Господь обратился ко мне, и я спросил, где же сила Иисуса? В твоей церкви много хороших людей, и ты дал нам все. Ты подарил нам своего сына. Теперь ты дал нам свое слово. Теперь ты вселил в нас Святого Духа. Но у церкви его нет. Они верят тебе, и мы принимаем спасение верой, и принимаем это верой, и принимаем твоей верой. И это чудесно, Господь, это просто чудесно. Но где же сила? У тебя есть вся власть на земле, которую ты имеешь на небесах. Где же эта власть? Вон та женщина сидит там в инвалидном кресле. Он сказал, это совершенно очевидно. Он сказал мне, выйди и позволь тебе разобраться с этой женщиной. Она сидит в инвалидном кресле сбоку от церкви. Так что извини меня, пожалуйста. Я должен повиноваться Господу. И я сошел со сцены, спустился по мужскому этажу, вернулся к ней и потянулся к ней, потому что я не искал этого. Ты знаешь, это именно то, что я хотел увидеть. Но я не смотрел, смотри, смотри, смотри на это. Я просто наблюдал. Я никогда не видел ничего подобного. Я никогда ни о чем таком не слышал. Это величайшее чудо, о котором я когда-либо слышал. Да, я тоже так думаю. И это происходит на земле с тех пор, как она существует. Это величайшее чудо, о котором я когда-либо слышал в церковном мире. И я протянул руку вот так, прямо сюда, и прикоснулся кончиками пальцев, брат Джон, к своим пальцам. Я протянул руку вот так и нежно коснулся ее лба, вот так, прямо здесь. Я просто дотронулся до нее вот так. И когда я это сделал, я вдруг посмотрел вниз и понял, что она внезапно исчезла. Она исчезла. Инвалидное кресло пусто. И я просто прикоснулся к ней и начал молиться за нее, но когда я прикоснулся к ней, она исчезла. И однажды я рассказал об этом Ричарду Робертсону по телевизору. Он остановил меня и сказал, так вот, брат Нову, ты же знаешь, что люди в это не поверят. Вот я и сказал, что я этого не знаю. Да, я это знаю, но это не имеет никакого значения, Ричард. Не имеет никакого значения, Ричард. Верят они в это или нет? Это все равно случилось. Ты прав. Что же произошло во всей церкви для людей? Ты же видел ее? О да, о да. Я узнал себя. И поэтому я не знал, куда она делась. Инвалидная коляска была пуста, и примерно в это время я услышал о 900, а некоторые и о 1000 человек. Мне показалось, что все они уехали. О да. Я имею в виду, что я огляделся по сторонам и увидел эту женщину в инвалидном кресле. Она была на другой стороне церкви, как будто инвалидное кресло было здесь. Она находится на другой стороне церкви. Это видение 2020 года. Каждая косточка в ее теле была в норме. Она была на высоких каблуках. Она не могла ходить, но передвигалась на инвалидной коляске, но она приходила в церковь, поэтому носила красивые туфли. Она бегала по кругу вот так, прямо здесь. Она бегала по кругу и кричала, Иисус, Иисус, Иисус. Она бегала по кругу и кричала, Иисус, 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 Иисус. Каждая частичка ее тела была нормальной женщиной. у нее вообще не было никаких уродливых частей тела и бог поднял ее с колесницы и подбросил в воздух и прихожане ушли а да и когда она упала на пол она была там она была нормальной когда упала на пол в другом конце церкви и она не могла упасть на у нее полное искривление позвоночника от макушки до подошв ног я выяснил что у нее было шесть смертельных заболеваний и поэтому она так сильно кричала понимаешь я имею в виду что прихожане тоже так кричали и так далее но то что меня потрясло это то что миру трудно в это поверить но это правда ну вот теперь ты все в моей церкви много лет спустя да так вот это касается чудес в исцелении это самое сильное чудо которое я когда-либо видел в своей жизни или о котором слышал за исключением служения иисуса но на земле в церкви я никогда не слышал ни о чем таком сильном но тогда это удержало меня от этого бог снова сделал ее молодой она выглядит так как будто ей по меньшей мере 95 или 100 лет ада у нее сплошные морщины я слышал что она очень близка к смерти у нее просто сплошные морщины она выглядела так будто ей по меньшей мере 190 тысяч 500 лет и она обратилась ко мне ее лицо прояснилось и бог снова сделал ее молодой а да такой молодой разве это не удивительно сила божья она показала мне фотографии своего брата норвела лежащего на больничной койке с поднятыми перилами ей приходилось спать с поднятыми перилами чтобы не упасть с кровати да и вот в конце концов прихожане просто сошли с ума ты знаешь они просто сошли с ума это точно повлияло на мое послание я не помню что я говорил по этому поводу но все кончено она взяла свою инвалидную коляску и начала катить ее по проходу вот так прямо здесь двигайся вверх и вниз по проходу вот так вверх и вниз чтобы толкать ее инвалидную коляску в тот вечер она вернулась в церковь с дипломированной медсестрой они уже много лет ждали ее в доме престарелых она проработала там 11 лет это было политическое дело и она встала перед собравшимися и сказала что у этой женщины было она сказала я дипломированная медсестра и разбираюсь в медицине в истории медицины нет ничего что было бы связано с медицинской наукой и никаким способом который мог бы помочь этой женщине да и еще иисус может сделать все что только возможно и она зачитала список болезней которые у нее были у нее шесть смертельных заболеваний сейчас я тебе покажу а остальные медсестры сказали что это со мной случилось всемогущий бог должен был это сделать потому что только так она могла стать такой не сделаешь ли ты кое-что для меня обратно посмотри прямо в эту камеру и я хочу чтобы ты помолился за людей которые прямо сейчас нуждаются в творческом чуде в чем бы они не нуждались в своей жизни просто молись просто молись за них прямо сейчас ты бы сделал это да я так и сделаю отец во имя иисуса для всего этого нужно творческое чудо да господь и тебе нужно чудо от бога протяни руку к телевизору да во имя иисуса я протягиваю тебе свою руку и верой утверждаю что господь иисус христос и его чудотворная сила войдут в твою жизнь прямо сейчас благодарю тебя господь за то что твоя чудодейственная сила вошла в их жизнь и твоя исцеляющая сила вошла в их жизнь и подарила им чудо которое нуждается в чуде и всем вам кто нуждается в чуде главное поблагодарить бога за что-то прежде чем вы это получите спасибо тебе иисус начни благодарить бога прямо сейчас благодарю тебя господь иисус за мое чудо я Я люблю тебя, Иисус. Спасибо тебе за мое чудо. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь, за мое чудо. Благодарю тебя, Господь, за мое чудо. Сейчас я расскажу тебе кое-что, чего ты, вероятно, никогда в жизни не слышал. Это секрет веры. А теперь, как сказано в Библии, возноси Богу благодарение, исполняй свои обеты. И в дни твоей скорби Бог говорит, я приду к тебе и дарую тебе твое чудо, дарую тебе твое избавление. И Он сказал, когда ты получишь свое чудо, ты прославишь меня. Так что секрет в том, чтобы ты получал его каждый раз. Ты ходишь на службу Бенни Хону. Я люблю Бенни. Я работал с братом Хейгеном, Лестером Саммер, Джоном Остином и другими служителями. И Бог вложил свою целительную силу в мои руки около 25 лет назад. Если ты придешь на мое служение, я могу возложить на тебя руки, и они могут возложить на тебя руки. Ты можешь пойти на их служение и получить исцеление, а можешь и не получить. Но ты можешь это сделать, а можешь и не сделать. но ты можешь это сделать, а можешь и не сделать. Но если тебе нужно чудо, и мы молились за тебя и просили Господа сделать это, то пожалуйста, открой рот и скажи спасибо тебе, Иисус, за мое чудо. Спасибо тебе, ты мой личный чудотворец. Благодарю тебя, Иисус, за мое чудо. Благодарю тебя, Иисус, за мое чудо. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь, за мое чудо. И продолжай благодарить его, пока оно не произойдет. Если ты будешь благодарить его в течение двух или трех месяцев, оно не произойдет, и ты остановишься, ты никогда его не получишь. Но если ты продолжишь докучать ему тем, что он велел тебе сделать, вознеси Богу благодарение и исполни свои обеты. Так что если у тебя есть какие-то деньги, приходящие в церковь, куда бы ты ни ходил, бери немного денег с собой каждый раз, когда идешь, и отдавай их в качестве пожертвования. Бог не доверяет людям, которые скупы, и Бог не доверяет людям, которые ленивы. Забудь об этом. Бог предложил мне поблагодарить тебя и исполнить твои обеты. В дни твоих бед я приду к тебе и подарю тебе твое чудо. И он это сделает, потому что он Бог, и только у него есть сила даровать тебе чудо. Он единственный, кто обладает знанием. Ни у одного врача в мире нет знаний, которые могли бы подарить тебе это чудо. Если это и чудо, то для медицинской науки это невозможно. Но у Господа есть знание. И тогда ты просто продолжаешь благодарить его, пока это не произойдет. Я имею в виду, благодари его, просто благодари его несколько раз в день, каждый день, каждый день. Спасибо тебе за мое чудо. Благодарю тебя, Господь, за мое избавление. Благодарю тебя, Господь, за то, что ты сделал меня нормальным с головы до пят. Просто продолжай в том же духе, и однажды это произойдет. В какой день? Никто на земле не сможет тебе этого сказать. Просто продолжай быть верным Богу. Благодари его за твое чудо, и оно обязательно произойдет. Марк 11. Марк 11 говорит, верь в Бога. Нет, здесь сказано, ибо всякий, кто скажет, скажет этой горе, поднимись и брось в море, и не усомниться в своем сердце, и не усомниться в своем сердце, и не усомниться в своем сердце. Я сталкиваюсь со многими людьми, которые выступают против исповедального послания, потому что они говорят, ну, я уже говорил это, и я говорил, что это не работает. И я сказал, важно не только то, что ты говоришь, важно то, во что ты веришь. Библия говорит об этом, и это так важно в этом отрывке из Евангелия от Марка, в 11 стихе говорится, я говорю тебе, так что все, что ты скажешь о этой горе, будет удалено. И будь брошен, и увидишь, и не усомнись в его сердце, но верь, что все, что он говорит, сбудется. Он получит все, что скажет. Важно не просто сказать это, а поверить в то, что ты говоришь. Видишь ли, я обнаружил, что люди могут произносить слова вслух, но в глубине души все еще сомневаются в этом. И Господь Иисус сказал это, чтобы всякий, кто обратится к этой горе, не сомневался в своем сердце. И не сомневался в своем сердце. Таким образом, послание Исковеди работает. Мне все равно, что кто-то говорит. О, да, это работает. Вот почему в Библии сказано, твердо придерживайся своей профессии или исповедания веры. Потому что верен тот, кто обещал это. Бог верен каждому обещанию, которое Он дал нам. Но это касается не только людей. Ты знаешь, что я называю болтать безумно. Есть много людей, которые говорят много разных вещей, но только потому, что они так говорят, это не значит, что они действительно в это верят. Я видел, как люди говорят разные вещи, но сами в это не верят. В их сердцах поселились сомнения. Но когда ты соединяешь веру, свои уста и свое сердце в том, что ты действительно веришь в то, что говоришь, в твоем сердце не остается сомнений, тогда Иисус выйдет на сцену. И у тебя будет все, что ты скажешь. Не желай, не думай, не надейся. Многие люди надеются, что у них это получится. Но что же я бы хотел, чтобы у меня это получилось, брат Джон. Я думаю, что у меня это получится. Но они не получат этого таким образом. Они получают это, когда произносят это своими устами. Значит, ты продолжал повторять это во время твоей авиакатастрофы. Ты все время повторял. Нет, Бог больше, чем дьявол. Бог больше, чем дьявол. Ты все время повторял. Бог повторял, 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 И Бог наклонился прямо перед тем, как мы отправились ко Христу, наклонился, ухватился за хвост самолета, выровнял его, и мы благополучно долетели до Петриколы. И Иисус сказал там, в Евангелии от Марка, Он сказал, теперь, после того, как Он сказал сказать нам, что говорить, тогда там говорится, поэтому Я говорю вам, чего бы вы ни пожелали, когда вы молитесь, когда вы молитесь, верьте, что вы получите это, и вы это получите. Ты веришь, что получаешь их, когда молишься. Тебе не нужно ждать, пока ты сам увидишь это, чтобы поверить в своего Бога. Я думаю, у меня есть кое-что, что поможет ему увидеть это. О чем бы ты ни молился, это поможет тебе, если ты будешь слушать. О чем бы ты ни молился, чего бы ты ни хотел от Бога. И Он обещал тебе, о чем бы ты ни молился, ты получишь это. Просто постарайся поблагодарить Бога за это. Просто веди себя так, будто у тебя это есть. Правильно. Просто веди себя так, будто у тебя это есть. Просто продолжай благодарить Его за это, и это произойдет. Да. видишь, как люди говорят о брат Джон, у меня такое чувство что я лгун, ну что же ты не лжешь, потому что это сказал не ты. Иисус однажды сказал это, это правда, и он не может лгать. А в Библии сказано, что все Божьи обетования в нем это да и аминь, пока слава Божья не придет к нам. Мы воздаем славу Богу. Господь, я воздаю тебе славу за то, что сказано в твоем слове. Твое слово истина, Господь. Твое слово истина. В Библии сказано, что Бог не может лгать. Бог не может лгать. Бог не может лгать. Он не умеет врать. Он следит за тем, чтобы Его Слово было исполнено. Все, что нам нужно сделать, это произнести это Слово, исповедать это Слово и верить этому Слову всем сердцем. И Иисус сказал, теперь, если ты сделаешь это, вот почему я обращаюсь к тебе с этими словами. Чего бы ты ни пожелал, когда молишься, верь в это, и ты получишь это. Аминь. Именно так Иисус объяснил мне это около 30 лет назад, когда Он дал мне это в качестве наставления. Я собирался встретиться с Кеном Коуплендом в Блулейк, штат Алабама, на съезде мужчин. Я сказал, Господи, Кен, у меня есть кое-что новенькое от Бога, прямо с престола Божьего. Я имею в виду, что мир этого даже не поймет. Мне придется научить этому, чтобы показать им Священное Писание. Они этого не поймут. Однажды Господь снизошел на меня и сказал, сынок, я хочу, чтобы ты начал учить моих детей. Это и есть церковь. Я хочу, чтобы ты начал учить моих детей говорить. Он сказал, что они не умеют разговаривать. Я сказал, что даже не понимаю, что ты имеешь в виду Иисус. Я посещаю множество церквей и выступаю на многих собраниях и тому подобном. Я сказал, что везде, куда бы я ни пошел, знают, как говорить. Он сказал, нет, нет, я говорю не об этих естественных вещах. Он сказал, что большинство моих детей, большинство моих детей не разговаривают с горами. Сейчас я даю им Священное Писание, чтобы они могли поговорить с горами. Но они не обращают на это внимание, пока просто не прочитают его, не рассмотрят и не решат, что оно открыто. Я говорю, что всякий, кто скажет, что эта гора будет удалена, всякий, кто скажет об этой горе, будет удален и будет брошен в море. Море. Это будет сделано для него. Что бы он ни сказал, если он верит, что его слова сбудутся, он может получить все, что пожелает. Научи сына моих детей, как разговаривать с горами. Они не разговаривают с горами. Они сказали, что любят друг друга. Я сказал, но они любят тебя, Иисус. Твои дети любят тебя. Они любят тебя повсюду, в разных церквях. Он сказал, о, я знаю, что они любят тебя. Но он сказал, ну что же, они так сильно любят меня, что хотят поговорить со мной о своих горах. Да. Он сказал, что я не хочу говорить с ними о горах. Я даю им инструкции. Я сказал, он сказал, что я хочу, чтобы они поговорили с горами. Но большинство из них не разговаривают с горами. И я сказал, объясни мне это, Господи, чтобы я действительно мог это хорошо понять. Он сказал, что все в порядке. Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-нибудь из моих детей в разговоре употреблял слова, относящиеся к гриппу? Я сказал, нет, я никогда никого не слышал. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о гриппе. Он сказал, ну так и должно быть. Кто бы не спросил на этой горе, какая у тебя гора? На какую гору ты взбираешься? Где она находится? Это какая-то болезнь в твоем теле? Это финансовая гора? Или это болезнь в твоем теле? Или на какую гору ты взбираешься? Поговори с горами. Ты должен поговорить с горами. Правильно, аминь. Тот, кто имеет в виду тебя, должен сказать этой горе, убирайся прочь. Другими словами, грипп, я обращаюсь к тебе во имя Иисуса. Я приказываю тебе удалиться от меня. Иисус мой целитель и чудотворец. Грипп, у тебя нет части моего тела. Я приказываю тебе удалиться от меня во имя Иисуса. И он сказал, что это исчезнет само собой. Но все же тебе нужно поговорить с этим. Но ты должен поговорить с этим. Поговори с горами. Какой бы ни была твоя гора, поговори с горами. Не говори с Богом о своих горах. Он этого не делает. Это не для того, чтобы говорить с тобой о твоей горе. Он хочет, чтобы ты взял его с собой, чтобы поговорить с горами. Он уже знает, что у тебя есть. Поговори с горой. Вот что об этом говорится в Священном Писании. Ты прав. И люди говорят о своих проблемах со всеми остальными. Они говорят со всеми о своих проблемах вместо того, чтобы поговорить с проблемой и приказать ей уйти из их тела или мозга, где бы она ни находилась. У моей дочери была опухоль головного мозга, и врачи, вы знаете, они даже не знали, как это будет действовать на нее. И он просто сказал, у меня нет хороших новостей для этой семьи. У вашей дочери опухоль головного мозга, и она настолько серьезна, что она теряет память. Мы не знаем, что нам делать. И меня учили, и вы научили меня, как это делать. Вы научили меня, как это делать. Я вскочил прямо в больничной палате и подошел к ее кровати прямо на глазах. Тебе тоже не должно быть стыдно за Иисуса. Я узнал об этом, брат. Нет, тебе не должно быть стыдно за Иисуса. Нет, тебе не должно быть стыдно за Его слова. Нет, ты же знаешь, что ты не можешь этого сделать, если тебе стыдно за Него. Видишь ли, мы постоянно говорим это о спасении. Ну что же, приходи, если тебе стыдно за Иисуса, то знай, что Ему будет стыдно за тебя. Ну что же, Он тоже будет стыдиться своего исцеления. Или чудеса. Ты должен поверить ему перед людьми, чтобы он сотворил чудо прямо перед дьяволом и всеми остальными, кто стоял вокруг. Наблюдаю. И я подошел к той больничной палате и положил руку ей на мозг, где, по словам доктора, была опухоль головного мозга и так громко, как я мог бы. Мне было все равно, кто меня услышит. Какая разница, кто из людей услышит тебя, когда тебе нужно, чтобы Иисус вышел на сцену. И я начал кричать, призывая эту опухоль мозга, потому что меня так учили. Ты сам научил меня этому. И я начал кричать, чтобы эта опухоль мозга исчезла из ее мозга. Я приказал это точно так же, как Иисус прошел смоку. Он разговаривал с деревом. И если Иисус разговаривал с деревом, то я могу поговорить с опухолью головного мозга. О, да. И я приказал это сделать. Брат Ролл, через три дня они вернулись и сделали еще НТ, компьютерную томографию. Они сделали все, что могли. Невролог зашел в свой кабинет и сказал, если бы я не был тем человеком, который обнаружил опухоль головного мозга, я бы никогда не поверил, что она там есть. Она полностью исчезла. Мы даже не можем найти, где она была раньше. Он сказал, что я провел день с восемью неврологами, просматривая ее рентгеновские снимки. Ничего страшного не произошло. Мы не можем найти даже следа этого. Саид, аминь. Хвала Господу. Именно этому учат нас Библия. Абсолютно верно. Просто поговори с этим. Не стыдись этого. Не стыдись Иисусу. Не стыдись Его Слово. Если ты веришь в это, поговори с Ним. Но, Джон, вряд ли кто-то... Сейчас я не могу сказать никто, но вряд ли кто-то учит тело Христова, как разговаривать с горами. Да, я этого не делаю. Они говорят, что я верю в Бога. Ну что же, это прекрасно. Но что ты им сказал? Прошу прощения, мистер Хейс. Да. Ну и что же ты сказал своей искривленной ноге? Ты же хочешь, чтобы тебя вылечили, да? Ты с ней разговаривал? Она принадлежит тебе. Скажи, нет, нет, ты не можешь оставаться нечестным. Ты принадлежишь мне, и я приказываю тебе, я обращаюсь к тебе. Кривоногий, я обращаюсь к тебе, я обращаюсь к тебе. Я приказываю тебе выпрямиться и быть нормальным. Я приказываю тебе. И чем дольше это длится, тем сильнее ты становишься. Это верно. Аминь. Именно тогда на сцену выходит Бог. Даже если это займет у тебя три года, к концу этих трех лет будь сильнее, чем был в начале. Просто продолжай становиться все сильнее и сильнее. Ты должен продолжать становиться сильнее, потому что Бог не проявляет себя из-за слабости. Аминь. Аминь. Бог имеет дело только с силой. Дьявол имеет дело со слабостью. Дьявол нападает на слабость. Он целый день ходит вокруг да около в поисках слабости, а Бог целый день ходит вокруг да около в поисках сил. В книге Деяний они молились о такой смелости. А да. Они молились о том, чтобы такая смелость творила чудеса. Если ты будешь смелым, это приведет к чудесам. Чем ты смелее и решительнее произносишь свои слова, тем больше это нравится Богу. Да, допустим, люди иногда обвиняют нас в высокомерии и ненависти, или, ну ты понимаешь в том, что мы смелые. Я настроен решительно. Во мне нет ненависти. Я просто настроен решительно. Я не стану помогать тебе исцелиться. Я пытаюсь объяснить тебе, как это сделать. А теперь, если ты не пойдешь и не сделаешь этого, это не моя вина, это не вина Иисус. Ты должен по-настоящему поговорить со мной. Ты должен вести себя так, будто у тебя серьезные намерения. Это совершенно верно. Да. Ну что же, неправильно, что у тебя здесь есть книга. Да, о том, как жить и не умереть. Да, о том, как жить и не умереть. Вероятно, это одна из самых сильных книг, когда-либо написанных для людей. Эта книга о неизлечимом больных людях. Возможно, так оно и есть. Да. Да, возможно, это лучшая книга на Земле по этому конкретному предмету. Тысячи людей получили исцеление, просто прочитав эту книгу. Это укрепляет твою веру, когда ты читаешь эту книгу. Это укрепляет твою веру, чтобы ты мог верить в то, что говорит Бог. Аминь. Это говорит тебе, как это делать. Как жить и не умереть. Да. Это говорит тебе, как это делать. Вот в чем причина. Ну что же, для этого есть священное описание. Я не умру, но буду жить, чтобы возвещать о делах Господних. Эта книга хорошо продается в книжных магазинах по всей стране и по всему миру. И через сто лет эта книга будет пользоваться большим спросом. Она никогда не умрет. Святой Дух дал мне эту книгу. Как научить людей, что делать и что говорить, как исцелиться. Бог сказал мне, Он сказал, что если они могут говорить, то их можно научить, как исцелиться, если они все еще могут говорить. Так что ты можешь получить то, что говоришь. Да, именно так. Тебе не кажется, что люди устают и сдаются еще до того, как у них появляется это проявление? О, так оно и есть. Они просто устают. Они устают. Через неделю или две-три они устают от веры и исповеди. Да. Нет. Это так. Не имеет значения, сколько времени это займет. А нет. Когда это произойдет, оно того будет стоить. Они судят Бога со временем. Так что ты совершаешь печальную ошибку, потому что не можешь судить Бога вовремя. Бог, не волнуйся, я буду наблюдать. Время для Него ничего не значит. Ты прав. И не надо превращать нашу веру в угождение Господу. Библия говорит, что без веры невозможно угодить Ему. А тебе не кажется, что когда Бог знает, Он наблюдает за нами, Он знает о нас все. Он слышит все, что мы говорим. А тебе не кажется, что когда мы верим в Бога, несмотря на боль, несмотря на финансовые проблемы, не важно, что мы делаем, благодаря этому Слово Божье занимает первое место. Мы будем говорить о том, что наша вера угодна Богу. Это абсолютно точно. И когда наша вера угодна Богу, я верю, что ты можешь угодить Богу, если будешь верить Ему. О, ты можешь. Вера радует Бога каждый день. Вера. И когда ты угождаешь Богу таким образом, Бог творит чудеса. Ты продолжаешь исповедовать, что Иисус мой Целитель. Я говорю о словах с помощью слов. Иисус мой Целитель. Иисус мой Чудотворец. Иисус сейчас исцеляет меня. Иисус сейчас творит со мной чудо. И я хочу поблагодарить Господа за это чудо. Благодарю тебя, Господь, за мое исцеление. Иисус мой целитель. И всегда помни об этом. Как бы ты ни называл Иисуса, он становится именно таким. Вот кем он становится. Аминь. Если ты зовешь Иисуса, ты целитель, и ты не колеблешься, он исцелит тебя. Это верно. Если ты называешь Иисуса своим личным чудотворцем, и он творит чудо для меня прямо сейчас, сейчас, прямо сейчас, и ты не получаешь от него ни единого сигнала, кроме этого, ты получишь свое чудо. И это так печально, что так много людей в церкви избегают этого. Я имею в виду, что они избегают этого брака. Многие из них никогда и не начинают. Ну что же, это правда. Я никогда и не начинал. Это правда. Но даже несмотря на то, что сегодня я знаю людей, которые когда-то были, ты знаешь, я помню 80-е и 90-е, ты знаешь, что они кажутся ходить по вере. Но по какой-то причине, что бы это ни было, я не знаю, что это такое. Ну что же, они становятся слабыми в вере, они устают. Они отказались от этого. Однажды один человек спросил меня, брат Джонни, ты все еще проповедуешь эту чушь о вере? Я спросил, о чем ты говоришь, что я все еще проповедую эту чушь о вере? Я сказал, я буду проповедовать то, что ты называешь верой. Я сказал, я проповедую Слово Божье, и я буду проповедовать его до тех пор, пока не придет Иисус. Я оставляю здесь то одно, то другое. Это говорит религия. Это говорит религия. Ты не знаешь ни одной глупой религии. Да, да. Ты все еще проповедуешь что-то религиозное? Я бы побоялся это говорить. Я бы тоже так сказал. Я бы тоже так сказал. Ты не мог нанять меня для того, чтобы я высмеивал Бога или кого-то еще. Бог, мы живем верой. Бог это Бог веры. Да, да. И если бы ты мог донести это до людей. Просто верь в Бог. В послании к Евреям 11.6 говорится, что без веры ты даже Богу угодить не сможешь. Это верно. Ты не сможешь угодить Ему без веры. Ты можешь делать это, ты можешь делать ТО, ты можешь отдавать это, ты можешь делать это. Но если ты не доверяешь Богу по вере. Библия говорит, что невозможно угодить Богу иначе, как через веру. В Библии сказано, что ты спасен благодатью через веру. Это та же самая вера в Бога. Ты можешь получить исцеление и финансовое благословение. Вера работает во всех сферах жизни. Я постоянно говорю людям, что вера работает одинаково во всем. Абсолютно во всем. Тебе просто нужно сказать это. Да. Но именно этого не хватает всей церкви. И все же, Джон, ты должен это сказать. Ты должен это сказать. Бог не слушает молчания. Ты прав, именно так. Бог не прислушивается к тому, что у тебя на уме. Ты должен сказать это. Ты должен произнести нужные слова. Скажи Богу, чего ты хочешь, и поблагодари Его за это, и Он даст тебе это. Аминь. Я имею в виду, что Он любит тебя достаточно сильно, чтобы дать тебе все, что ты захочешь. Но ты должен сказать это, попросить об этом. Если ты не попросишь об этом, Иисус сказал, о чем бы ты ни попросил Отца во имя Мое, Он даст это тебе. И что же, у меня этого нет. И Иисус сказал, ну Иисус сказал, что у тебя этого нет, потому что ты не просишь. У тебя этого нет, потому что ты не просишь об этом. Да. Я вижу, как люди чувствуют себя такими глупыми. Я помогаю себе сказать это. Я чувствую себя таким глупым, пастор Джон. Я чувствую себя таким глупым. Я чувствую себя таким глупым, когда хожу по дому. Скажи это. Потому что я говорю ему, что мой учитель сказал, пройдись по дому. Просто пройдись по дому. Просто исповедуй Слово Божье. Скажи это громко. Скажи это так, чтобы твои соседи могли тебя услышать. Мне все равно. Просто выкрепни это по дому. Что бы тебе не пришлось сделать, чтобы добиться этого. Я чувствую себя таким глупым, когда делаю это. Я чувствую себя таким глупым, когда делаю это. Я сказал им, что же, тебе не нужны мои чувства, независимо от того, что ты чувствуешь. Видишь ли, люди слишком сильно хотят моих чувств. Я понял, что иногда в дьявольском такси, как ты знаешь, тебе может быть не по себе от этого, не по себе от того, что ты знаешь, и у тебя может быть по-настоящему плохое настроение. Холодно. У тебя может быть ощущение, что у тебя грипп, у тебя может быть ощущение, что у тебя пневмония, у тебя мерзнут пальцы на ногах и все такое прочее. Как будто в разгар грозы, иногда становится так плохо, что ты кашляешь так сильно, что вот-вот вырвешься и скажешь, «Благодарю тебя, Иисус, за то, что ты исцелил меня». Иисус, ты мой целитель. Благодарю тебя, Иисус, за то, что ты исцелил меня. Ты мой целитель, Иисус, ты мой целитель. Я сопротивляюсь этому во имя Иисуса. Благодарю тебя, Господь, за то, что ты исцелил меня. Когда я сломал руку, вот эта кость сломалась дважды в прошлом году. Я никогда раньше не ломал кости. Каждый день я благодарю тебя, Иисус, за то, что ты исцелил меня. Благодарю тебя, Иисус, за то, что ты исцелил это. Благодарю тебя, Иисус, за то, что ты исцелил меня. И это чистая правда. Каждый день я действительно чувствовал, как Иисус исцеляет меня. Аминь. Каждый день. каждый день. Джон, очень часто, наверное, гораздо чаще, чем если бы я делал все это одновременно. Вот так просто. Иисус исцелил тебя. Если ты сможешь поблагодарить Его и немного исповедаться сегодня, то сегодня Он немного исцелил тебя. Завтра, если ты поблагодаришь его за то, что он исцелил тебя, и поблагодаришь его за то, что он исцелил тебя и Иисуса, ты мой целитель, он немного исцелит тебя. Если на следующий день ты не уделишь Богу никакого внимания и даже не упомянешь имя Иисуса, ты не поблагодаришь его. Ничего. А теперь запиши это. Ты ничего не сделаешь. Ты это понимаешь? Аминь. Разве не удивительно, как мы активируем это своим ртом? Именно так мы и делаем, используя твой рот. Хорошо, но Библия поддерживает тебя, так что когда ты так веришь, Библия поддерживает тебя. В Библии говорится, что вера имеет право голоса. Если у твоей веры нет голоса, значит у тебя нет веры. Ты играешь в какие-то евангельские игры. Ну, на самом деле это не совсем Евангелие. Ты играешь в какие-то религиозные игры с Богом, которые его не интересуют. Ты это понимаешь? Богу это не интересно. Богу не интересны твои религиозные игры. Ты должен делать в точности то, что там написано. Если ты хочешь делать в точности то, что там написано, Он сделает то, что там написано. И самое прекрасное в Иисусе то, что Он сделает это для тебя. Он сделает это для тебя в любое время, когда ты этого захочешь. Но не пытайся заставить Его сделать это за один день. Сейчас Он может сделать это за один день, но на это может уйти три или четыре месяца. На это может уйти два или три года. И всегда помни об этом, но день, когда ты получишь свое чудо, будет самым лучшим днем для тебя. Даже если на это уйдет два года, просто продолжай в том же духе. Предлагай Богу веру, благодари Бога, позволяй вере исходить из твоих уст. У тебя нет права на отказ. Если ты откажешься, то ничего не получишь. Но тем дольше это продлится. Видишь ли, Джон, на самом деле, если бы люди просто знали об этом, а большинство из них этого не знают, тем больше времени потребуется, чтобы Бог исцелил тебя своим признанием. Чем больше времени это займет, тем лучше для тебя. Но им это не нравится. Они хотят получить это сейчас. Прямо сейчас. Давай посмотрим. Потому что если ты исповедуешься, то если Богу потребуется пять лет, чтобы исцелить тебя, или два года, чтобы исцелить тебя, то однажды ты получишь это. Это говорит тебе о том, что ты не можешь просто вскочить сюда и заставить Бога что-то делать и распространить момент, в который у тебя все будет готово. Бог хочет, чтобы твоя вера укрепилась. Он хочет, чтобы ты твердо верил в Него на протяжении всей своей жизни. Аминь. Потому что без сильной веры, живя в этом мире, брат Джон, без сильной веры и твердого исповедания, ты калека. Ты калека духовно. Верно, верно. Люди, так много людей, прямо сейчас искалечены страхом из-за того, что происходит в мире, из-за всего того, что происходит в мире. Это происходит, знаете ли, с банками, финансовыми компаниями и со всем остальным, что происходит. Они такие же калеки, как и любой другой брат. На самом деле, иногда я думаю, что они более калеки, чем кто-либо другой в физическом плане. Они подвержены страху из-за того, что происходит. Но так оно и есть. Ты знаешь, как я слышал по телевизору, один из главных людей, один из руководителей одной из местных компаний, покончил с собой под так много давлений. Мир находится под таким большим давлением, что люди сводят счеты с жизнью, потому что не хотят жить по вере. О, за всю историю человечества все больше подростков покончили с собой. Да. Мы живем в стране молока и меда. Аминь. О, не так ли? Вот что это значит. Боже. Как ты можешь жить в Америке и убивать себя из-за того, что ты несчастлив? Это потому, что у тебя нет Иисуса. Аминь. Если ты обретешь в себе Иисуса, я гарантирую, что ты будешь счастлив. Мне все равно, сколько у тебя денег. Это верно. Возможно, тебе придется работать от зарплаты до зарплаты, но это не имеет никакого значения, если ты отдашь немного этой зарплаты Господу. Выполнишь свои обеты и начнешь думать, что у меня нет денег. Машина с Романом, и мне приходится идти на работу пешком. Я должен помочь тебе. Ну что же, я должен подарить тебе машину. Он тебе ее купит. Ты найдешь способ купить машину, если поблагодаришь его за это. Поблагодари Бога за твою машину. Оставайся честным, пока не купишь ее. Я просто шучу. Начни благодарить Бога. Все, что угодно, только не начинай благодарить Бога за это. И радуйся, что у тебя это есть. 17 лет говорит, называй те вещи, которых нет так, как если бы они были, и они станут такими, как ты их называешь. Аминь. Называй те вещи, которых нет так, как если бы они были, и они станут такими, как ты их называешь. Но если ты просто хочешь этого и задумываешься об этом, то почему бы Богу не исцелить меня? Или почему бы Богу не сделать это? Почему бы Богу не сделать его? Ты даже не знаешь, что такое вера, и он не собирается исцелять тебя. Он не собирается исцелять тебя. Ты можешь забыть об этом. Ты прав. Он не собирается исцелять тебя. Ты прав. Почему бы Богу не исцелить меня? Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал. Бог не исцеляет никого в мире, потому что ты не знаешь, как заставить Его это сделать. Да. Аминь, аминь. Радость Господа — это наша сила. Если ты можешь радоваться, когда у тебя ничего нет, и просто продолжать поклоняться Богу и восхвалять Его, когда у тебя нет ни гроша, я сделал это. Я сделал это. У меня ничего не было, но я просто продолжал верить в Бога, продолжал восхвалять Бога, исповедовать Божью любовь. Слово и верить в это. И брат Норман, я не изменился, и Слово не изменилось, но все вокруг меня начало меняться. Мое исцеление начало проявляться. Мои деньги начали проявляться. Мой покой, моя радость. Все, что у меня есть, начало проявляться. Я не изменился. Я сказал, что останусь верен Слову Божьему. Продолжай говорить Слово Божье. Аминь. Просто продолжай говорить ее. И не вздумай меняться. Иисус не меняется. Нет, ты не меняешься. В 13 главе послания евреям сказано, что Он вчера, сегодня и вовеки тоже. Но почему бы мне не быть таким же вчера, сегодня и вовеки? Почему я хочу, чтобы дни шли вверх, дни шли вниз и дни шли в разнос? Нет, каждый день — это день, который создал Господь, и мы будем благословлены. Я могу радоваться и веселиться во всем. Аминь. Слава Богу. Вы, кто смотрит эту программу, и если вы до сих пор не получили благословения, значит, ваши благословения закончились или что-то в этом году. Я говорю вам прямо сейчас, если вы будете верить Богу, если вы будете верить Богу и Слову, которое было произнесено в этой программе, вы можете получить все, что угодно. Теперь ты можешь получить все, что пожелаешь, что исходит из Слова Божьего. Нельзя сходить с ума и хотеть того, что, как ты знаешь, Богу даже в подметке не годится. Но если ты будешь верить Божьему Слову, Бог будет следить за тем, чтобы Его Слово исполнялось. Он даже сказал ученикам, идите и проповедуйте Слово, а я пойду с вами и буду подтверждать это последующими знаниями. Когда мы проповедуем Слово о спасении, люди получают спасение. Когда мы проповедуем Слово об исцелении, люди исцеляются. Когда я проповедую Слово о крещении Святым Духом, они крестятся Святым Духом. Когда я проповедую о чудесах, они получают чудеса. Бог следит за Своим Словом. Что бы ты ни проповедовал, чему бы ты ни учил, во что бы ты ни верил, Иисус делает это. В этом стихе говорится, что Бог следит за исполнением Своего Слова. Аминь. Чтобы исполнить Его. Он Исполнитель. Исполнитель. Чтобы исполнить это. Он Исполнитель, и Он сотворит для тебя чудо. Я хочу помолиться за тебя прямо сейчас. Отец, во имя Иисуса из Назарета, благодарю тебя, Господи. Пусть целительная сила, пусть целительная сила пройдет через эти камеры прямо сейчас, во имя Иисуса. Исцели их всех. Спаси их во имя Иисуса. Мы любим Его. Да благословить Тебя Бога. Увидимся на следующей неделе. Аминь. Спасибо Тебе, Иисус.